Глава города Нерингри Леонид Олейник встретился с представителями местных, с местными журналистами. Главной темой итоговой пресс-конференции стал год благоустройства, но также были затронуты вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и тема развития города. Подробности у Галины Якимчак. Одним из острейших вопросов пресс-конференции стало строительство двух девятиэтажных домов в квартале Сосновы. Уже сегодня очевидно, что эти объекты не будут сданы к сроку 21 декабря. Ровно до этой даты у компании «Унипур» действует договор, однако данный застройщик покинул площадку еще в летний период. 21 декабря по окончанию договора Нерингринская городская администрация сможет предпринять все необходимые юридические шаги для решения данной проблемы. Однако большая часть вопросов пресс-конференции касались благоустройства. За этот год в Нерингри было установлено 10 игровых и спортивных площадок, облагорожены скверы, установлены скамейки и урны, а также остановочные павильоны. Проводилось озеленение улицы регулярно и субботники по саночистке. И, наконец, в этом году сдвинулось дело по строительству водоотводных систем. Уложены новые лотки, уложена решетка для того, чтобы был доступ к этим лоткам и нужно было чистить. Мы понимали, чтобы качественно эту работу выполнить все-таки, когда уже выпал снег, но не представляется возможным. И мы по обоюдному соглашению такие контракты расторгли и по-новому их объявили. Только сроками исполнения работ, например, конец июня 2017 года. В последние годы городская администрация ввела в свою работу систему социологических опросов, благодаря которым выясняют главные потребности горожан. В этом году на первом месте недовольства нерингринцев было обозначено качество дорог. По оценке специалистов, чтобы все отремонтировать для нашего города, нам надо 1 миллиард 134 миллиона рублей на капитальный ремонт дорожно-уличной сети. В 2014 году нерингри был включен в перечень моногородов России. Именно с этим Леонид Олейник связывает дальнейшее развитие нашего города. Тот моногород, который защищает специальную программу, получит средства государственной поддержки из федерального бюджета в размере до 1 миллиарда рублей на развитие такого города. Эти средства будут вкладываться и в создание рабочих мест, создание новых инновационных предприятий. В перечень моногородов Якутии включены Нижний Куранах, Максоголох, Мирный, Айхал, Удачный и Нерингри. Благодаря этой программе данные поселения смогут обрести второе дыхание. В них появятся новые производства и новые рабочие места. При этом Леонид Олейник сделал акцент на том, что 2017 год станет переходным для Нерингри к системе проектного управления. Галина Якимчак, Вадим Барашков, НВК САХА, Нерингри.